Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель Протон с военным спутником ОКО. Надо полагать, что космический аппарат с таким названием позволит россиянам чувствовать себя в большей безопасности. В последний день марта 1970 года на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Приключения солдата Сухова полюбились и космонавтам. Сегодня «Белое солнце пустыни» накануне старта смотрят все экипажи космических кораблей. Это уже традиция. Все уже знают, что ночь перед стартом мы будем смотреть этот фильм. И интересно, что каждый раз в этом фильме мы открываем все новое и новое что-то, чего мы раньше как-то не заметили. Оказывается, по поводу нашей картины космонавты придумали киновикторину. И вот дважды герой Советского Союза Аксенов, такой космонавт, однажды, на одной из встреч, я был как-то, ну, все это было очень давно. А я говорю, представляете, вот придумали, а он говорит, а вы знаете, что до 400 вопросов существует. И на них есть ответы. И все это не без юмора. Подготовка к выходу в открытый космос начинается под водой в гидробассейне ЦПК. На первом этапе экипажи тренируются в легководолазном снаряжении. Потом облачаются в скафандр «Орлан», адаптированный для подводной невесомости. Кандидат в космонавты Андрей Бабкин примеряет скафандр для выхода в открытый космос впервые. Его напарник Сергей Прокопьев в этой гидролаборатории тоже новичок. Здесь, как в реальном выходе в открытый космос, главное – подогнать скафандр по размеру. Сергей, ну, как сейчас ты оцениваешь руки и перчатки? Лучше первый, да, размер? Давай тогда поднимаем давление. Тяжелые «Орланы» поднимают краном и погружают в воду. С внешним миром космонавты связаны лишь вот этим фалом жизнеобеспечения. Внутри, как в небольшом космическом корабле. Первые шаги в безвоздушный мир. Первое знакомство со станцией делают специальной гидролабораторией Центра подготовки космонавтов. 5000 кубометров пресной воды. На дне 15-метрового бассейна – точная копия сегмента МКС. С одной стороны помогают водолазы, с другой стороны здесь же гидросреда. Она от вакуума отличается, и гидросреда накладывает тоже свои определенные условия. Есть такое понятие, как присоединенная масса воды. То есть фактически он перемещает не только себя под водой, он еще какой-то объем воды перед собой перемещает. А в вакууме этого нет. Андрей, к работе готов? Да, страховочные фалаты фиксируем. Как и при выходе в открытый космос, в бассейн погружаются только парами. Перемещаются по внешней стороне станции, цепляясь карабинами, или же при помощи вот такой стрелы. Только она позволяет уверенно добраться до необходимой точки МКС. Перемещение параллельное. Проходим достаточно высоко. Опускаем ниже. Все как у альпинистов на жесткой страховке. Золотое правило двух точек. Сцепление с корпусом двумя карабинами, либо карабином и рукой. Фиксация должна быть обязательно, потому что вернуться за счет силы рук нельзя. Сколько ни маши в космосе, толку не будет. Поэтому основное правило – это фиксация. Вот сейчас оно дается нам с трудом, чтобы все было грамотно, правильно, на нужных расстояниях, на разных поручнях, с правилом двух точек. Этот водный скафандр – тот же «Орлан». Для выхода в открытый космос только тяжелее. Чтобы полностью создать эффект невесомости, надо правильно обезвеситься. Достигнуть так называемой нулевой плавучести. Здесь космонавтам помогают водолазы. В космосе придется рассчитывать только на себя. Внимание! Первый оператор – стоп-работа. Нештатная ситуация. Первый оператор не работоспособен. Второй – его транспортирует до шлюзового отека. Отрабатывается нештатная ситуация. Сергея Прокопьева необходимо доставить до шлюза и буквально втащить внутрь станции. Вначале Андрею Бабкину надо забраться самому, плечом вперед головой. При движении вперед ногами в космосе запрещено. Конструкция скафандра такова, что он не может посмотреть в разные стороны. Его обзор ограничен исключительно остеклением шлема скафандра. И то, что он не может, как я, посмотреть вниз, назад, он может посмотреть только перед собой. И видеть, что у него находится под ногами, он не может. Если будет заходить внутрь ногами, он может просто застрять. Подобная ситуация однажды была в реальном космосе, когда поврежденная перчатка американского астронавта угрожала разгерметизацией всего скафандра. Российским космонавтам за все время обслуживания космических объектов не приходилось переносить неработоспособного напарника. Однако случись такое в реальном выходе, у этого экипажа проблемы возникли. Тренировка в гидробассейне – финишная прямая для всех кандидатов-космонавты. Выпускной экзамен после многолетней подготовки. Ощущение такое, что чем больше мы уходим в это направление, тем больше понимаешь о том, что человек по своим знаниям ограничен. И нам надо расширять как можно больше. Эта финишная прямая обращается в пирамиду, стоящую на острие. То есть вначале тебе казалось, что надо мало знать. Каждый раз, с каждым шагом понимаешь, что этот объем надо увеличивать и увеличивать. И предела этому нет. Два года общекосмической подготовки – словно проверка на прочность. Зачастую именно на этом этапе сходят с дистанции. В реальный полет они отправятся уже через пять лет. Но сейчас, чтобы повыше взлететь, надо поглубже нырнуть. Ученые испытали новый способ передачи информации с помощью нейтрина. Ее еще называют частицей-призраком. Нейтрина летит из дальнего космоса и мощным невидимым потоком пронизывает каждого из нас. Если радиоволны гаснут в воде и под землей, то нейтрина проникает через любое препятствие. Почему призрак? Потому что действительно само нейтрино вам видеть не удается. Вы видите результат его прохождения. Так же, как, например, человек-невидимка, вы видите, вдруг исчезла ложка или подвинулся в стул. А кто это делает, вы не видите. Это делает призрак. Желание ученых использовать нейтрино для передачи информации сегодня не кажется утопией. Можно вспомнить еще 115 лет назад, и применение электромагнитных волн для радиосвязи казалось фантастикой. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова